Да, пожалуйста. Физические знания дали мы им, то есть арии дали индивидцам, потом, значит, ну вот они вроде бы сохранили внешность. Но к нам кто-то пришли, очень много ведь кришноидов и до сих пор, вот когда покоришься, они на душевке эколистическая, ой, душевка таких самых, по климу-то это совершенно неприемлемо. А вопрос вот всё, то есть идёт трансформация, к нам на эти знания поступили уже через Аберику, через Европу, и квартиры бы направили, ну дали бы трансформацию, что представляет сейчас выйти вот это направление? Хорошо, в чём вопрос? Вот, чтобы вы, я скажу, идентифицировали, дали информацию. Ну хорошо, я попытаюсь с нескольких точек зрения ответить на него. Что думают, скажем, учёные-пандиты Индии по поводу кришноизма, можно с этого начать. Самой даже Индии, не говоря уже о славяно-арийских волхвах и жрецах. В своё время, это как бы достоверно установленный факт, учёные-пандиты на встрече с Шрилой Прабхупадой задали ему вопрос в лоб. «С вами ответьте, почему вы профанируете веды?» Он улыбнулся и дал такой ответ, я не профанирую веды, я излагаю веды на уровне алкоголиков, проституток и наркоманов Америки, которые называют себя хиппи. Вот эта радость была, как бы, собрана воедино и привезена в СССР. Но, но, при всём при том, при всём при том уровне понимания, там веды. И я с большей радостью имею дело с кришнаитами, которые на ведической платформе способны обрести здравомыслие и отринуть этот уровень понимания, возвысившись до необходимого, чем с каким-то баптистом. Потому что там тьма тьмущая. И там найти здравомыслие, это легче просто повеситься. Приведу анекдот. Значит, Иисус отправил, вернее, Иисус сам отправился проверить, к чему привело, как бы, его учение в наше время. Вызвал к себе этого Папу Римского. Тот через час вышел, снял тиару, выкинул. Вот, снял это облачение, выкинул. Говорит, пошёл я каяться. Вызвал нашего, значит, патриарха. Тот через два часа вышел, значит, рясу скинул, эту шапку затоптал, пошёл каяться. И вызвал главного представителя этих вот протестантов, баптистов, евангелистов, адвентистов и прочих там, порочей публики. Сутки нету, двое нету. На третьи сутки выскакивает Иисус, красный весь в мыле и кричит. Не говорил я этого. Вы это сами сочинили. И спокойный такой этот представитель выходит и говорит. Вот тут видел, что написано? Читай, что написано. Это я здравомыслие. Поэтому кришнаиты стоят на ведической платформе. Вся эта литература, которой они пользуются, бхагавадгита, там, рамаяна и прочее, прочее, мокшатхарма. Это наши веды, которые остались в Индии среди наших дедов. Ну, погрешили слегка. Ну, появились арии, там, чернокожие, там, горбоносые. Ну, не будем мы за это судить. И называются теперь индусами. Но сами-то первоисточники наши. И базис знаний правилен. Именно поэтому мы... Вы что думаете? Мы всех, кого не лень, печатаем? Мы печатаем только тех, кто максимально соответствует славяно-арийскому мировоззрению. Из них на сегодняшний день всего один автор. И с ним многочасовые беседы приходится проводить. Для того, чтобы он согласился поправить вот в нужное русло его статью, чтобы это соответствовало славяно-арийскому восприятию. Говорит, ты в каком теле сейчас ходишь? Сидите, но я в первом раз...